Мы приглашаем вас послушать лекцию высочайшего мастера Чингхай под названием Мы здесь для того, чтобы благословить мир, часть первой и второй, прочитанную 13 мая 1999 года в Москве, СИЕ. Мы приглашаем мастера Чингхай. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за то, что вы пришли. Я очень впечатлялась от Москвы. Все красивые архитектуры, все красивые вещи, которые я видел вокруг Москвы. Все красивые здания и сцены, которые я наблюдала, проезжая по Москве, произвели большое впечатление на меня. Это представляет великую культуру вашей страны. Ваш народ, судя по всему, был великим народом в прошлом и продолжает оставаться таковым. И теперь и будущее ему обеспечено тоже, как великого народа. Транспорт очень хороший. Мне понравился. Видимо, система транспорта здесь заботой окружена. Многие из необходимых, основных необходимых вещей здесь дешево, и поэтому это говорит о том, что система правильная. И в больших магазинах только, конечно, предметы роскоши, такие же дорогие, как и в других странах, но ведь они не являются необходимыми. Итак, давайте забудем тогда о земных делах и поговорим о небесных. Мы все слышали о небесах, но большинство населения этой планеты сталкиваются с трудностями узнавать больше о небесах. За исключением очень немногих людей, которые знают, как совершать путь на небо и обратно, опять на небо и опять обратно. Для них этот путь вполне доступный. В старинных письменах и в книгах древних религий очень много записей о том, как мудрецы, святые древности совершали путешествие на небо и обратно. И мы всегда считали, что это только эти люди, избранные, могут так общаться непосредственно с Богом и путешествовать к Нему. А мы, обычные люди, не можем этого делать. Но мы можем. Потому что мудрецы древности оставили некоторые упоминания, оставили упоминания, оставили упоминания, оставили упоминания. опыт, оставили методы, которыми можно воспользоваться для того, чтобы совершать вот эти контакты. И мы теперь, в наше время, можем, некоторые из нас достигают возможности пользоваться этими методами, и мы можем их использовать. Для того, чтобы достичь высочайшего уровня Бога, мы должны пройти через различные уровни в высоту. Мы часто слышали, что человек, когда умирает, покидает то его душа, покидая физическое тело, направляется либо в небеса, либо в подземелье, преисподнюю. Мы можем научиться, как попасть на небо, мы можем научиться, как найти путь туда, и научиться способу избежать того, чтобы попасть в преисподнюю, покиним свое физическое тело. Многие учителя древности оставили на земле, не выраженной словами, духовную силу такую, которую мы, современники, можем воспринять и использовать ее для того, чтобы добиться просветления. К сожалению, мы не часто можем встретить человека, который обладает такой способностью содержать в себе, сохранять в себе вот этот невыраженный словами метод общения с Божеством. Если нам посчастливится встретиться с таким человеком, то мы можем у него научиться вот этим методом духовного совершенствования и просветления. У него также, как наши предки, по свидетельству исторических документов, учились у Иисуса Христа и других великих учителей древности. Потому что в этом методе заключается передача любви Бога. И он не требует словесного общения. Он как бы аккумулирован бессловесно в поле таком, которое через звук, познается через молчание и через звук. Вот почему мы не находим такого специального метода в записи в Библии или в каких-нибудь других писаниях других религий. Но вот эта постоянная передача Бога, Богом для людей, передача, вот эта трансмиссия воли проходит с незапамятных времен через Христа, Будду и других учителей, которые появлялись на земле. Когда мы получаем передачу вот этой невыразимой словами энергии божественной, то мы как бы ею заряжаемся и сами со временем становимся способными. Передавать дальше эту невыразимую словами энергию другим людям. Мы называем таких людей учителями или добрыми хорошими друзьями или вождями нашими или как бы сказать проводырями по этим путям. Но в этом разницы нет, как мы называем. Они просто являются теми самыми людьми, которые восприняли непосредственно вот эту передачу Высшего Духа и способны передать это другим людям. Потому что эта трансмиссия воли проходит с нашим космическим телом. Это бизнес между Богом и Его собственным телом. Здесь происходит передача от Бога непосредственно человеку не с помощью слов, а с помощью духовной мощи, духовной силы. Здесь происходит передача от Бога человеку. Причем Бог пользуется для этого божественной внутренней сущности, находящейся в каждом человеке, которая открывается благодаря методу и происходит непосредственный контакт без помощи слов. И поэтому не нужно употребление любого человеческого языка для передачи этой энергии. Поэтому, когда мы готовы воспринять это послание, оно к нам придет немедленно и непосредственно. Потому что у нас уже есть предпосылки. Внутри нашей сущности находится Бог. И мы, как бы, от Царства Божия, мы сами находимся в Царстве Божьем. Внутри нас находится Царство Божие. И вот этот контакт происходит между Богом и нашей внутренней сущностью. И мы сразу можем видеть Бога. И мы, как бы, от Царства Божьем. Потому что мы представляем собой не то, что кажется, на первый взгляд, не физическое тело, и даже не мозг, и не сознание. А мы являемся носителями этой божественной силы, которая внутри нас содержится. И мы, как бы, сами являемся Богом, не осознавая этого. Если вы прочтете в Библии, внимательно прочтете в Библии, вы найдете там слова. Человек — это храм Божий, и Бог живет в нем. И для того, единственное, что нам потребуется, чтобы познать Бога, нам нужно через вот это вот напластование, через эти вот ненужные наслоения проникнуть внутрь себя, и мы найдем там бриллиант. Бог создал нас по образу и подобию Своему. И поэтому, чтобы познать Бога, мы должны познать, найти вот этого Бога в самом себе. А для этого нам нужно суметь устраниться от всего ненужного, от того, что мешает нам увидеть это, увидеть образ Бога. Поскольку, как сказано, по образу и подобию Своему, созданный человек, значит, вот этот образ найти в себе. Устраниться от лишнего, от мешающего, и для этого существует определенный метод, которому я вас научу. Every one of us can do this job also. The way I do, you can do. И каждый может так, пользоваться этим методом и действовать так же, как вот я, например, делаю, и вы тоже так можете. After some time of practice, you know God, and God will tell you what to do. Через некоторое время практики вы узнаете Бога, и Бог вам скажет, что делать. God will maybe choose you to do the same job. Может быть, вы будете избранником Бога на этой стезе, чтобы делать подобную же работу. Just like a student who studies English, after some time, he can be able to teach English as well. Так же, как, например, студент, изучающий английский язык, со временем может стать преподавателем английского языка. Но познать Бога можно быстрее, чем изучить английский язык. Это проще. Это так просто, как, например, вы сейчас смотрите на меня и слушаете меня. Просто узнать, где искать Бога, и как, и это очень просто. And, of course, knowing God, we will also like to represent Him in a godly way, in a loving, compassionate, and wise way. And we will do that little by little, and very short time, we will be like a walking God. Потому что мы как бы станем вот воплощенными Богами. Потому что мы дети Господние. Просто мы забыли, как быть, как быть. Что многие, к сожалению, забыли, как быть ими. Забыли, как быть. Бог дал мне поручение. Прийти к людям и напомнить моим братьям и сестрам о себе. Он говорит, что Он хочет вас знать, что Он выбрал such a humble person, like me, so that you know that even such a humble person can know God. You are much greater, stronger, more intelligent. You surely can. He wants to encourage you. He wants to give you the message that it doesn't matter how humble you are. God loves you. You can know Him. Бог выбрал такую скромную женщину, как я, чтобы показать, что независимо, как бы малые, как бы хрупкие вы ни были, вы можете выполнять эту миссию. Вы можете нести в себе божественную силу. А тем более, если вы сильны, если у вас, вы физически сильны и интеллектуально более совершенны, то тем более вам это сделать будет легче. Но Бог вселил меня в огромные возможности. Большие возможности, и через Его силу, через Его пожелания я способен сейчас выполнять очень многое. Нет ничего, что было бы неподвластно силе Бога. И этот всемогущий Бог, который находится внутри нас, Он может изменить нашу жизнь настолько, что мы даже не будем не верить тому, что могло быть раньше что-либо другое. Мы пришли с неба, мы пришли от Бога, и причина наших страданий лежит в том, что мы забыли. Бог дал нам этот инструмент физическую силу, чтобы мы могли испытать этот уровень физической силы в университете, но мы не потеряли свою силу, который связан с высокой силой силой. И если мы забыли, что высокой силой силой, и только вспомнили этот уровень физической силой, то, конечно же, мы страдаем, потому что энергия этого физического уровня очень-очень сопротивляет, очень страдающая. Это делает нас страдать все время. Бог нам дал физическое тело. И вот пребывание в этом теле это является всего лишь нахождение на низшем физическом уровне. Мы утратили контакт, общение с высшими духовными уровнями. Мы забыли об этом. И естественно, что пребывание на нижнем физическом уровне очень мучительно, очень тяжело для человека. Оно сопряжено с огромными трудностями постоянными, что унижает его вот эту духовную сущность. И связь потеряна. И чем больше мы страдаем, тем труднее нам верить, что Бог существует. И это проблема. И чем больше мы страдаем, тем труднее нам как-то представить себе, что существует Бог. И в этом главная проблема заключается. Чем больше мы страдаем, тем дальше мы страдаем от Бога. И чем дальше мы страдаем, тем дальше мы удаляемся от Бога. И чем дальше мы от Бога, тем больше страдаем. И это порочный круг продолжается постоянно. И до тех пор вот это страдание нас принижает и опускает все ниже и ниже, и доводит нас до того, что мы в конце концов оказываемся в аду. И вот таким образом и появляется ад. Иисус сказал, что в доме Моего Отца очень много людей. И люди, чтобы попасть в высшие сферы, проходят через такие как бы здания, находящиеся друг над другом на разных уровнях. Вы в строгой иерархии построены один над другим. И чтобы достичь высшего просветления духовного, нужно преодолеть вот эти уровни по очереди. И мы собираемся вам показать, как подняться вверх. Я покажу вам ступеньки, по которым вы сами будете подниматься. Дело в том, что я как раз вот уже теперь знаю эти ступеньки. Я могу вам показать их. И если вы хотите, вы можете тоже по ним пойти. И я вас приглашаю на это. Когда мы покинем вот этот низкий физический уровень планеты, планетарный уровень такой вот материальный, физический на Земле здесь, покинем, преодолеем его и вырвемся, выйдем в высшие сферы духовного, духовных уровней, то мы почувствуем колоссальное облегчение и освобождение. Как если бы мы из подземелья, мрачных каких-нибудь подвалов, здания, вышли на свет, поднялись вверх и сверху уже увидели солнце и дневной свет. И иначе мы переехали в высшие сферы духовного уровня, в более высшем мы чувствуем, в более высшем мы восстановимся, в более силы мы получим, в более любовь мы получим от Бога, через наш мир, чтобы блесить мир, и блесить каждый человек, который приходит в контакте с нами, или кто-то в нашем vicinity. По мере того, как мы будем подниматься по этим ступеням, через эти здания, расположенные на разных уровнях, все выше и выше к Богу, чем сильнее мы будем становиться духовно, тем больше в нас будет любви от Бога, она будет нас пронизывать, и от нас распространяться как бы на всех остальных, на остальных людей и на остальной мир. И когда мы наконец достигнем этого уровня, как мы становимся как Иисус, мы становимся один с Иисусом, мы можем видеть Его, мы можем также поговорить с Его, мы можем поговорить с другими святыми, если мы хотим, и мы становимся один с Богом. И это когда мы знаем, что Иисус нам сказал, что «что я делаю, вы тоже можете делать». И когда мы наконец достигнем того уже уровня, что Иисус Христос, мы сравняемся как бы с Иисусом Христом, мы станем как бы идентичны с Ним, и мы сможем, мы тогда увидим Его непосредственно, мы сможем с Ним разговаривать, мы сами пробудем в себе Бога, и тогда мы по-настоящему поймем уже, что такое, о чем говорил Иисус Христос, когда говорил о Царстве Божьем и о Боге в нас. Иисус Христос, повторяя эти слова, мы должны понимать эту историю, что Бог существует, что Бог нас обеспечивает, что Бог нас обеспечивает, что Бог нас обеспечивает, что каждый день, каждый секунду в нашей жизни. Но мы должны связаться с Ним. Мы, когда читаем слова Библии, о Боге, о том, что Он создал все на земле, и каждую травинку, каждую лилию долин, и мы должны не просто воспринимать это как голую информацию, а чувствовать, прочувствовать себя, пронизать этим сознанием того, что Бог нас создал, что Он находится внутри, что все это должно в нас побуждать желание постоянного, постоянного и непосредственного контакта с Богом. И вот это необходимо об этом все время помнить. Бог — это Всевышний Учитель. И Он будет использовать любого из Своих детей физическое тело, для воспринимать Свою любовь, Свою месседию, и обратить их обратно к Нему. И Он готов любого из Своих детей использовать для того, чтобы передать через Него свою волю, свое послание, и вернуть из Своих детей и к Себе. Бог использовал этот физическое тело и просил меня дать Месседию к Вам. И Бог, Супремный Мастер, будет делать это. Поэтому, во время инициации, во время, во время и после, я не делаю ничего. Бог будет делать все. И вот в моем случае, Бог использует меня как существо, имеющее материальное, физическое тело, только для того, чтобы я могла общаться с другими, вот с Вами. И во время инициации, во время посвящения, происходит непосредственная передача божественного послания. И это, мне, собственно говоря, и делать ничего не надо. через меня передается послание от Бога. Я очень рада быть вашим другом, чтобы вы себя знали, что вы огромны. Чтобы я могу помочь вам помнить, что вы дети Бога. Чтобы вы помните нашего Бого. И это для меня большая честь, что я могу быть вашим другом. Вы можете выбрать какое угодно понятие из этих. Я считаю, я готов сделать все возможное для того, чтобы передать волю Бога, передать и вам сообщить, что вы сильны, что вы велики. И я готова сделать все, чтобы вы исполнились этой великой духовной силой. в мире столько страданий, трагедий, столько войны, войны, и Бог тоже хочет своих детей быть счастливыми, что он их предоставил. Но они все забыли. В мире столько страданий, столько трагедий, войны, голода, несчастья всевозможных. И Бог чувствует сострадание к людям, и Он хочет помочь, наделить их мощью, чтобы освободиться от этих страданий, чтобы возвыситься. я могла сказать весь мир это доброе новое. Но мы можем только сказать, кто хочет слушать. я с удовольствием хотел передать всему миру это послание, но приходится общаться только с теми, кто готов слушать, кто слушает. человек упрекает Бог Бог всегда всегда знает все Бог всегда ответит, но мы просто не слышим и это наш проблема. очень часто люди обращаются с мольбами к Богу и упрекают за то, что он не дает им счастья, за то, что они страдают. Но дело в том, что люди просто не слышат Бога. Бог готов, он милосерден, он готов помогать всегда, просто нужно научиться понимать и воспринимать Бога. Я здесь помогу вам знать, как слушать Бога каждый день. И для этого я приходу, чтобы научить вас, как каждый день слышать Бога. И тогда вы узнаете, что Он действительно ответит. Он ответит. В любом моменте, в любом в любом моменте вашей жизни, Он поможет вас, ответит, защитит, любит вас, и как решить свои проблемы. Он там 24 часа. минуту. И тогда вы узнаете, что на все ваши мольбы, и молитвы, Бог всегда наделит, направит на вас свое внимание, отделит вас, одарит вас своей любовью, потому что тогда вы будете его воспринимать, и вы будете видеть его повседневно, и не только повседневно, но все 24 часа в сутки, и каждый час, каждую минуту. И тогда вы все поймете, что мы не для страдания созданы на земле люди, и что мы здесь находимся, для того, чтобы получать наслаждение от любви к Богу, получать удовольствие и счастье от этой жизни, которая является проявлением его творческой силы, творческого могущества. И жизнь превратится в сплошное счастье и любовь, направленную на всех и на все. все. И все, что нам следует для этого сделать, это просто вспомнить Бога. Даже не обязательно целый день напролет, а просто понемножку, хотя бы каждый день. просто помнить все время поднимаясь по вот этим ступеням, каждый раз, все время вспоминать, и все больше и больше набирать этого знания, поднимаясь все выше и выше, и потом, после того, как доберетесь до вершины, спускаться вниз, обратно, и делиться полученным духовным богатством, с остальным миром, с ближайшим окружением, родственниками, друзьями и другими. И даже немногим нам нужно будет пожертвовать, для того, чтобы получить вот это, почувствовать любовь к Богу. Просто, может быть, немножко сократить созерцание телевизионных программ, меньше уделить внимания газетам, и так далее, и посвятить, каждый день посвятить время Богу. Потому, как же мы нужны ежедневной для наших физических сил. Мы нужны ежедневной ежедневной еды, чтобы быть сильными в нашей вере, в нашей мировой, в нашей знаниях, в спортивном знаниях, чтобы мы можем помочь нам нам и помочь другим людям. Так же, как мы должны физическое свое состояние поддерживать принятием пищи, так и духовный свой рост мы должны все время питать вот этим стремлением, совершенствование духовного, для того, чтобы помогать, улучшать жизнь, помогать своему окружению, своим близким людям и вообще человечеству. Продолжение следует... Ну что ж, мы так много говорили о небе, о небесах, и мне бы хотелось лучше показать вам небо, и это было бы лучше. Потому что разговоры о небе, это еще не дает вам возможности увидеть его непосредственно. Да, когда я, например, не буду говорить, то вы можете увидеть небо. То есть, ну вот я, допустим, могу вам как бы рекламировать некоторые предметы, вот сок, апельсиновый сок и так далее, для того, чтобы рекомендовать вам для полезного питания, и вы будете их использовать. То есть, вы будете покупать вещи, которые рекламируют. А небо, вот небесная, вот эта высшая жизнь, сущность, она не должна, ее не нужно рекламировать, ее не нужно продавать, она не продается, не покупается. И я ничего за это не взимаю, вы мне ничто не должны платить. Бог мне поручил эту миссию, и я выполняю его волю, и вам не нужно мне платить за это. Большое спасибо вам за то, что вы так внимательно слушали меня. Я чувствую, что вы серьезно относитесь к этому, и Бог благословит вас за это. Он знает, как вы готовы для того, чтобы обрести знание Бога. Уважаемый учитель, расскажите, пожалуйста, о своем посвящении в Тибете. И почему вы выбрали метод Гуанин? Он не в Тибете жил, и я в Тибете не была. Это было в Индии и в Гималаях. Гималая – это огромная протяженность, горная система, горная страна, непосредственно близость от Тибета, на границе с Тибетом. Это очень суровая страна, и очень холодно там, и трудно пробираться по горам для того, чтобы дойти до того места, где было. И, в общем-то, многие могли бы погибнуть просто. Я выбрала метод именно Гуанин, потому что он непосредственно является непосредственным путем к Богу. Я пытала и испытывала, изучала и других много методов, перепробовала. Но вот Гуанин оказался, Гуанин самый лучший, оказался непосредственного контакта с Богом. Я получил непосредственное вдохновение от Бога. Он мне сказал, пойди туда и возьми именно этот метод. Так что это не столько мой выбор, сколько указание Бога. Потому что он выиграл меня, потому что он видел, через какие трудности я проходил, как много испытаний мне пришлось принести. Через и голод, и холод, и аскетизм жесточайший, и через упражнения, и через молитвы. И он видел меня, и ему стало жалко, он, видимо, меня просто пожалел. И дал мне направление, как действовать, каким способом. Он сказал, что что нужно делать, так это не нужно, в общем-то, себя подвергать мучениям, боли и всему прочему. Аскетизму, есть гораздо более простой метод. И он указал мне. Уважаемый учитель, имеет ли что-то общее ваш метод гуанинь с теорией пробуждения космической энергии кундалини? Нет, ничего общего нет. Пробуждение кундалини является частью метода гуанинь, потому что он объемляет йоговские методы. То, что используется в йоге, входит с основной частью в метод гуанинь. Мы практиковали на высшем уровне, мы просто поднимаем все, вместо того, чтобы все поднимать вверх. И поднимать это через эти чакры вверх. Наша задача не выталкивать это силой снизу вверх, а наоборот, пользоваться высшим уровнем. Сразу. Я могу поговорить всегда о многих других йогах, но мы не имеем времени, поэтому мы специфируем, что в гуанинь это лучше. Да, мы тут много говорим о йоге, но я думаю, мы лучше поговорим о гуанинь, чтобы не тратить время. Уважаемый учитель, значит, у нас один грех, мы забыли Бога в себе? Да, это, действительно, это самый великий грех, это единственный грех, великий грех, который мы в себе содержим. Это невежество Бога, относительно Бога. Уважаемый учитель, что такое счастье? Есть ли правда в коллективе? Это неважно, вместе, в коллективе ли находятся люди, или независимо друг от друга живут. Вот истина существует, независимо, и поэтому, если они эту истину обретают, то это не имеет значения, коллектив или нет. Вы можете жить либо вместе с другими людьми, либо поодиночке. Вот такая записка. Когда вы с нами работаете, я ощущаю, что вы снимаете с нас всю энергетическую грязь, принимая ее на себя. С этой грязи уходят наши болезни, страдания и муки. Да, это так происходит, и Бог это осуществит через инициацию, через посвящение. Мы чувствуем работу света и звука. Да, некоторые люди действительно так ощущают. Это Бог внутри меня, который вас благословляет. Вы можете благословить людей так, когда вы в себе почувствуете Бога и сможете действовать подобным образом. Это не физическое тело человека действует в таком случае, а это Бог непосредственно действует через духовные каналы. Мы должны забыть о своем эго, о своем «я», чтобы Бог действовал через нас. Уважаемый учитель, ответьте, пожалуйста, какую религию вы исповедуете. Уважаемый учитель, ответьте, пожалуйста, какую религию вы исповедуете. Ох, существует только одна религия. Человек ее называет многими разными именами. Например, после Христа умерли, они создали христианство из него. После Буда умерли, они создали буддистов из него. Это просто вопрос того, как люди называют. Например, после смерти Христа, назвали христианством. Когда Будда умерли, назвали буддизмом. То есть, это все одно и то же, одна религия. Только один Бог, одна религия. Я принадлежу именно этой религии. Уважаемый учитель, как Вы считаете, будет ли мне закрыт путь к просветлению, наверное, если я буду употреблять пищу, рыбу и яйца, но не буду мяса животных? И еще добавление здесь. У меня анемия средней тяжести. Вы, значит, если Вы ели мясо до сих пор, потребляли в пищу мясо и рыбу, и, значит, тем не менее, у Вас вот такой недостаток, анемия. Я только ем овощи, и здоровье пока не подводит меня. Лучше всего и рыбу, и мясо все это отказаться, и признать только полностью вегетарианскую диету. Вот такая записка. У меня нет человеческого языка, который был бы достаточно для того, чтобы описать нашего Небесного Отца. Я могу только сказать Вам, что когда Вы его видите, Вы теряете сами себя. Вы только ищете Его, Вы помните только о Нем, Вы теряете себя, растворяетесь в Нем. В начале Вашей практики Бог появится Вам в виде некой человеческой формы. Например, Вам явится Христос или святые прошлого. Бог может явиться Вам в виде света, например, Он явился в Моисею в виде снапа света, или в виде звуков, в виде, например, звука воды. Он явится Вам в виде всех возможных языков. На более высоких ступенях Он явится Вам в некой бесформенности, и Вы тогда поймете по-настоящему, что такое Бог, Вы поймете, что имел в виду Христос, когда Он сказал, Я и Мой Отец едины. Чем выше Вы поднимаетесь, тем более бесформенным будет являться Вам Бог. Но Вы, тем не менее, будете понимать, Вы будете общаться с Ним. На самой высшей ступени исчезнет это различие между Я и Мой Отец, а будет только некое единство, будет только Бог. И когда Вы воссоединитесь с Богом, то все формы человеческого счастья, человеческого экстаза будут несравнимы с этим. Вы будете все равно счастливы в этой жизни, Вы будете, наверное, еще счастливее, чем раньше. Но в человеческом языке нет средств, чтобы описать это блаженство, этот экстаз, когда Вы воссоединитесь с Богом. Уважаемый учитель, каким образом можно избавиться от болезней? Как улучшить свою жизнь? Как избавиться от проблем? Наверное, это сложные вопросы, но если можно коротко. Спасибо большое за лекцию, очень интересно. Как мы можем избавиться от болезней, от проблем? Как мы можем сделать свою жизнь лучше? Только когда мы знаем Бога. Все остальное прибавится легко. Ищите прежде Царство Божие и все остальное приложится, как говорит Библия. Это не теория. Мы должны практиковать, мы должны действительно знать Царство Божьего. И тогда этот свет, он рассеет тьму. Уважаемый учитель, когда будет конец света, и будет ли он вообще? Я не хочу Вам говорить об этом, я только хочу Вам сказать, что сегодня, если Вы захотите испытать его, к Вам придет небо. Я хочу спросить Вас, как стать Вашим учеником, и где узнать про метод Гуанинь? Подобные вопросы, как можно принять посвящение? Мастер Чингхай, я просто хочу знать, как я могу стать Вашим учеником, и как я могу получить initiацию? Или Вы не можете стать Моим учеником, Вы должны стать Мастером, Хозяином самого себя. Я пришла сюда, чтобы научить Вас, как быть Мастером. После лекции, останьтесь, пожалуйста, и мы покажем Вам. Спасибо, что Вы есть, и мы с Вами встретились. Бугаева. Спасибо Вам, спасибо Богу. Уважаемый учитель Чингхай, если Бог един, то почему же такие противоречия и противостояния в этом существуют в мире? Можно ли все согласовать? Да, мы можем все это согласовать, если мы все станем просветленными. Потому что именно из-за того, что мы не просветлены, мы не понимаем, что мы все из одного источника, что мы все братья и сестры, и поэтому мы убиваем друг друга. Но если мы понимаем, что мы все Бог, то как же один Бог будет убивать другого Бога? And the second was, are your recommendations applicable to all people? Yes, if they're willing to. Да, если они хотят, если они готовы к этому. If they put God above everything else. Если они ставят Бога превыше всего. Высочайший учитель, куда попадает душа некрещеного человека после его смерти? Supreme Master, where does the soul of people get if they are not baptized? If they are not Christians? Christian or not Christians, they have to be baptized by God within themselves. The true kingdom of God inside. It's not the outer ritual can cleanse you of your sin. It is the inner baptism that will bring you back to God. Христиане или нет, они должны подвергнуться крещению внутри себя. И это крещение сможет вернуть их обратно к Богу. Saint John has said that, no doubt I baptized with water, but the one who came after me will baptized with the Holy Spirit. Иоанн Креститель сказал, я крестил вас водой, но тот, кто придет после меня, будет крестить вас Святым Духом. И Святой Дух – это именно то, что должно произвести крещение внутри вас. Уважаемый учитель, прошу вас сказать несколько слов о России и ее перспективах до 2000 года. Пожалуйста, скажите несколько слов о России и о будущем России до 2000 года. До 2000 года? Только до 2000 года? Такой маленький период времени? Ну, я хочу предвидеть, что в последние годы 3000 года. Я хотел бы сделать предсказание хотя бы до 3000 года. И не только что касается России, но и всего мира. Как вы можете видеть, наша técnica blessing этого года абсолютно оченьдая. В только несколько месяцев годах, как это Feng Духи-Был, что светильная атмосфераACKа развитая весьThe bullet. И громко и больше людей уп Таким практикой отpressения, там иRR, где у тебя теперь. Здесь со см withải64,. Вы видите, что только вот за несколько последних десятилетий мир прошел, совершил огромнейший прогресс, в том числе и в духовной области. И я надеюсь, что к 3000 году никто в мире больше не будет есть мясо. Спасибо вам и благослови вас, Бог, какие бы пути в жизни вы не избрали. Бог любит вас всегда, независимо от того, что вы делаете, знайте, что Бог всегда любит вас. Его любовь вечна и никогда не меняется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok